Доброго времени. 24 мая 22 года. Сегодня разговор пойдет о лотосе. Светке, который пользуется всеми четырьмя стихиями. Корни у него берут из земли, проходят через воду, выходит на воздух и расцветает огненным цветом. При этом сам всегда остается чистым, так как у него есть там определенная защита от грязи, пыли и прочей нечисти. Почему лотос? У Нострадамуса есть некоторые предсказания о цветке, который спасет землю. И вот когда уже начались мероприятия, которые связаны с конфликтной ситуацией, где-то 16-го, 17-го начались души, так скажем, даже радикально настроенных предпочитать жизнь, то многое началось, так скажем, продвигаться. И на этой почве некоторые элементы, Шойгу в частности, вдруг начал приподниматься. И в прошлом ролике как раз шла речь об этом. И мы обнаружили, что в некотором его храме военном, вот эта энергия очень много накопилась. И чтобы раз и навсегда перекроить вот эту зону в положительную, мы посадили там лотос. При этом корни мы раскинули по всей земле, чтобы они достигали всех радикально настроенных, которые готовятся поживиться на этой конфликте. И чтобы он с них просто сдаивал все. Дальше через стебель, прорастая на поверхность, он перерабатывал это в некоторую положительную энергию. И уже через лепестки выбрасывал в пространство добрые, нежные, светящиеся элементы. То есть вот эту всю программу перерабатывалось на пользу земли. В принципе у нас были установки, когда мы воровали там Гавах, с этих территорий и прочее. Но получается при переработке оно давало все-таки в конце некоторое похолодание. Почему в принципе весна и была в некотором плане, хоть и раннее, хоть и птицы уже отгнездились, но слегка прохладненькое. Теперь уже он разрос, корневая система размножилась. То есть если даже будут пытаться кто-то ее уничтожить, то эти лотосы будут автономно расцветать по всей территории земли. То есть чем больше будет сопротивления, тем больше будет выбросов. Для тех осознанных, которые считают, что где-то есть какая-то конфликтная ситуация, то просто можете подвести эти корни к данной территории и оттуда скачать. Либо создание с управления, не важно. Но это не касается Китая. Китай там морочится в своем кубышке. То есть рано или поздно он там превратится в кильки, в собственном соку. Поэтому те, кто думает, что Китай выживет, нет. Он выживет, но он сам по себе. То есть он оборвет все связи с внешним миром. Рано или поздно. На территории Китая этот лотос действует. Так что при попытке куда-то сдвинуться со своей территории, то есть они будут обесточены. Ну и дальше по той болезни, которая меня якобы прихватила. Значит, так как говорит мистик, надо работать и на отрицательных энергиях. То есть мы тут начали разбираться все-таки, кто нас держит и зачем. То есть какой целью. И выяснили, что вот это болезненно. И Грегор, у него, оказывается, тоже есть лотос. И меня поместили как бы внутрь лотоса, только не раскрытого, а закрытого. И получается, ко мне подойти не могут. И я не могу, так скажем, далеко отойти. Получается, в некотором плане, то есть стояло противоборство. Стенка на стенку. Решил прогуляться по Грегору. Зашел внутрь, через данный лотос. Получается, там удалось его изнутри почистить. Отделить вот этот шарик, центр, так скажем, Грегора, основное тело. И как ни странно, это оказался и Грегор радости. Когда-то в нашей древности. И вот сейчас он освобожден. Вот это в верхней части. То есть он сейчас в свободном плавании. Поэтому многие ощущают, что наверху что-то такое произошло. Но пока на землю не спустилось. То есть если это все упадет на землю, то будет некоторый, может быть и хаос. Ну а все остальные элементы, которые, вот там щупальцы, вот эти кляксы, которые в больницах, там еще где-то. То есть через которых вот эта шла вся энергия для поддержания того и Грегора. То есть они пока остались. Мы их подключили к этому уже цветку лотоса. Что засосет и эти кляксы рано или поздно. То есть я дал просто до стабилизации пока 7 дней. Чтобы разобраться. То есть, ну как бы в этот момент на неподвижение. Понятно, какую программу создать, чтобы всем были довольны. И при этом все почистилось. При этом вся эта переработка опять идет через стебель. Лотос раскрыли. И он выдает энергию, которая создает радость выздоровления. Плюс пробуждение народа. И уже вот эта радость выздоровления идет к тому и Григору радости непосредственно. И дальше будет это все распространяться по земле. То есть, если раньше было в основном на страданиях более, так скажем, низких энергий. То сейчас получится, что надо переводить все в положительные, высокооперационные энергии. А эти все, которые негативные программы, особенно фармацевтические, мы подключили моментально. И буквально уже вчера, правда, что типа денежные какие-то запасы заканчиваются. То есть, такое ощущение, что сдаили. Ну, хорошо. То есть, это получается, знаете, как бы не искусственное сооружение, что-то перерабатывали. Это натуральные растения, которые жили, перерабатывали. И создавали здесь красоту на земле. И уничтожить их в теории, в принципе, тоже невозможно. Хотя можно быть. Если уже всю землю убрать, тогда можно уничтожить, конечно, все. Поэтому пробуем, экспериментируем. Все то же самое. То есть, это уже получается, вот сейчас я только посмотрел про лотосы. Оказывается, видите, они цветут в паре. Вот, пускай будет как бы два основных цветка, которые будут убирать основные элементы негатива. Также можете корни уже только радости и здоровья цветка, который связан именно с больничными всякими проявлениями, Тоже подключать к больницам, там проращивать маленькие лотосы. И чтобы в них исчезли все негативные программы по умершевлению. А наоборот, чтобы было оздоровительные центры, консультации. Чтобы вернулось именно здоровье у народа. А не какие-то там пилюльки. Все пилюльки в расход. Особенно те, которые стоят бабло и кто на них наживается. Вместе с этими фирмами. Ну и, соответственно, с олигархами. Какого сопротивления давно не встречал. Поэтому ролик сейчас разбиваем. Счастья, радости, спокойствия и врусблагодаря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова